Другим темам. Митинги, шествия и салют. В Кирове, как и во всей России, сегодня отметили столетие Октябрьской социалистической революции. В 10.30 утра у стадиона «Динамо» прошла праздничная демонстрация. Ее участники, вооружившись флагами, колонной прошествовали на театральную площадь, где прошел митинг, концерт, посвященный памятной дате в истории страны. А вечером на набережной Грина прогремел салют. Год столетия революции – хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось переломным не только для российской, но и для мировой истории. Поговорить об этом мы позвали депутата областного законодательного собрания, первого секретаря Кировского обкома КПРФ Сергея Мамаева. Добрый вечер, спасибо, что пришли с праздника у вас. Спасибо вас тоже с праздником. Ну вот да, как отмечаете сегодня праздник и сколько человек принял участие в праздновании? Ну, в праздновании у нас практически праздник мы отмечали по всей территории Кировской области, то есть во всех районах прошли праздничные мероприятия, где-то митинги, где-то шествия и митинги. Ну и плюс торжественные собрания, которые, в общем-то, накануне прошли практически во всех районах Кировской области. И надо отдать должность, сегодня очень день будничный, но все же народ пришел и порядка, как подсчитали специальные, так сказать, службы, порядка двух тысяч людей сегодня присутствовало на нашем демонстрации и митинге. Вот на данный момент существуют разные точки зрения, да, относительно праздника. Одни говорят, что это знаковое событие, другие напротив, что да, это трагическое для кого-то. Почему до сих пор, да, у нас вот так вот мнение делится? Понимаете, это началось тогда, когда, в общем-то, предали и развалили Советский Союз. У нас 70 лет советской власти, никто об этом не говорил. Говорили и историки, те, которые защитили сегодня докторские, кандидатские диссертации по истории, именно, так сказать, революции социалистической Российской Федерации, которая была, в общем-то, 100 лет назад. А сегодня эти же люди, в большинстве своем, в общем-то, начали говорить совершенно обратное. Но сам факт подтверждения сегодня этой даты, по сути дела, он отмечается во всем мире, как прогрессивная революция, которая, в общем-то, освободила человечество впервые от... Тысячелетие люди мечтали освободиться от того гнета, который был буржуазный, который, так сказать, не давал возможности, в общем-то, талантам их проявить, эти таланты. Поэтому, например, 2-3 ноября в Санкт-Петербурге проходила международная встреча рабочих и коммунистических партий, где приехало 103 страны, где практически все делегации выступали и очень сожалели по развалу Советского Союза. Почему? Потому что это единственная прогрессивная, так сказать, революция, которая дала, еще раз говорю, человечеству очень большой толчок в том, в плане, что сегодня, по сути дела, мы можем строить совершенно, так сказать, государство равных и государство с теми возможностями, которые, в общем-то, обеспечила наша социалистическая революция. Но вот говорят, что большой ценой далась... Ну, большой ценой тут тоже как посмотреть, ведь надо историю сегодня изучать и не обличать ее. Тогда же была Первая мировая война, когда Германия открыла, по сути дела, и разорвала Россию. И, по сути дела, Россия была, так сказать, тянута большую войну, Первую мировую. Поэтому, как говорится, 14 стран тогда, когда прошла революция и власть Советов пришла, так сказать, к власти, то тогда 14 стран, по сути дела, ввели свои войска. И, в принципе, удалось Ленину и его соратникам собрать Россию, создать Красную Армию легендарную, которая, по сути дела, освободила нашу с вами страну от того лихолетия, которое было втянута царская Россия. Во-первых. Во-вторых, говорят сегодня, что Россия продавала и торговала, ну, к примеру, зерном, но голодали. Очень были, так сказать, большие, я бы так сказал, голодные годы, которые, в общем-то, привели... Ведь не случайно создались условия для революции 1917 года именно на территории, в общем-то, нашей с вами родины, России. И Ленин, даже Ленин тогда не думал, что можно, может быть, вот, так сказать, социалистической революцией пройти именно в России. Евгений Павлинович, вот, ну, в современной России этот праздник официально не отмечается, да? Вот, ваше отношение... Забыли историю, почему вот нет официальной даты праздника? Сейчас праздну 4 ноября, День народного единства. Ну, День народного единства. Почему? Потому что сегодня вытравляют ту действительность, которая была. И хотят, чтобы сегодня подрастающие поколения не помнили исторических фактов и не помнили тех вещей, которые, в общем-то, произошли. Это, я считаю, большой нонсенс. И в то же время неумные люди сегодня так поступают. И руководители, которые в отношении этого великого и святого праздника, который весь мир, еще раз подчеркиваю, отмечают сегодня. А у нас не является он, по сути дела, выходным днем. Но это не факт, что его не отмечают. Это не факт, что его сегодня не будут отмечать. У вас сегодня был салют? И салют у нас был сегодня, да. В социальных сетях, кстати, по этому поводу люди спорили. То есть, уместен ли салют, если праздник официально не отмечается? Сколько это вообще дорогое удовольствие? Ну, мы это сделали. И очень много было народу на набережной Грина. Буквально я в вашу студию приехал с того места, где проходил салют. Люди очень довольные. Приходили и смотрели. И, как говорится, хотя погода сегодня вечером, она не очень благоприятствует. Но пришли и с детьми люди пришли. Неплохо, так сказать, подходили и поздравляли друг друга с такой знамечательной датой, как столетие Великой Октябрьской революции. В основном это приходили молодые люди. Люди, которые за сегодня не просто верят в то, что официальные средства массовой информации преподносят по данной дате и по данной Великой, так сказать, Великому событию. Поэтому многие ведь изучают. И многие сегодня, когда запретный плод, знаете, у нас есть старая русская пословица, запретный плод всегда сладок. Поэтому сейчас молодежь начала тянуться, в общем-то, к тем временам, которые были и при советской власти, и почему же так сегодня оболгали социалистическую революцию. Вы из партии стали сейчас вступать, молодежь? Безусловно. Вы бы сегодня пришли, посмотрели, сделали съемки, сколько у нас, так сказать, в наших колоннах шло молодых людей. В основном это были молодые люди и люди среднего возраста. Ну и старшее поколение, естественно. Те, которые, в общем-то, знают и помнят историю. Те, которые, как говорится, при советской власти получили образование, получили достаточно, так сказать. Достаток был всегда в доме. Они это помнят. Сергей Павелинович, будем заканчивать. Хоть не могу не спросить, вот сейчас снова появились предложения, да, от разных деятелей политических похоронить Ленина. Вот когда это может все-таки произойти, как вы считаете? Ну, вы знаете, я думаю, что это не должно не произойти никогда. Нам показывают сегодня негативный опыт, негативный, еще раз подчеркиваю, в Украине. Когда начали заниматься русофобией, антисоветизмом, начали рушить советские символы, памятники, к чему сегодня идет Украина, мы все с вами видим. То я не думаю, что сегодня на территории Российской Федерации и среди населения проходил опрос общественного мнения. И, по сути дела, россияне высказались против захоронения тела вождя. Потому что и за рубежом, вот те люди, которые приезжали на встречу рабочих и коммунистической партии, все выступали единогласно, говорили о том, что нельзя трогать этот символ, потому что этот символ сегодня великой истории советского государства. Сергей Павлович, спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо.